Привет! Сейчас затрону тему, которая является, наверное, самой болезненной, самой ключевой. Почему нет денег? Почему нет успеха в очень многих партнерах? Или почему деньги и успех не такие, какие могли бы быть? В чем причина? Я знаю, в чем причина. Даю вам 100% верный, однозначный ответ. Нет достаточного объема работы. Нет работы. Нет работы. Не выполняется нужная работа. Точка. Деталей множество, но по факту вот так выглядит ситуация. Можно взять, это из своего опыта, я говорю, разбить на две категории людей. Самая большая категория, так называемые, возьмем так, новички, новые люди. Одни сидят, не знают, как стартовать, что конкретно делать, сидят, от страха не шевелятся, ничего не предпринимают. Все планируют и ничего не делают. Не знают даже как. Есть такие, которые пробуют, делают дикие ошибки, портят себе рынок, несмотря на обучение, несмотря на рекомендации, идут по идиотским тропам и в оцепенении останавливаются. Потому что видят совершенно негативную реакцию окружающих и отсутствие опыта говорит им, что вроде как бы не туда не попали, не туда загребли, что ж такое. И они останавливаются. Некоторые новички не понимают, какой объем работы должен выполняться. Они не представляют себе, сколько надо работы выполнить, чтобы был успех разговаривать с одним, с двумя, с тремя человеками в день, в лучшем случае. Поэтому у них ничего не происходит, никакого движения нет, не выполняется работа. Некоторые просто никак не могут стартовать, не могут начать. Они все вот как бы собираются, но все, руки не доходят. Деморализованы страхом, неуверенностью, сомнениями. Ну, короче говоря, отсутствием поддержки какой-то там. Есть такие, которые не имеют никакого опыта, но зато и присутствуют в нескольких компаниях. Неправильно наученный и что-то копошатся в каких-то там маленьких продажках, в каких-то неправильных действиях. И у них ничего не происходит ни там, ни в одной компании, ни в другой, ни в третьей. Есть такие, которые еще на работу ходят и, собственно говоря, правильно делают. На работе они устают, возвращаются, у них уже просто руки не доходят, сил нет, еще и бизнесом заниматься. А у некоторых бизнес какой-то дополнительный, руки не доходят. То есть масса новичков по разнообразным причинам не работает. Они не набирают в бизнес людей. Они не действуют массированно, активно, правильно. Не действуют. Там, наверное, можно разбить и другие какие-то теории. Но суть примерно вот такая. Самое главное, что по разным причинам эти люди, которые вошли в бизнес, купили бизнес, купили себе там пакеты, продукты, значит, там все, и они сидят. Или еще пробуют что-то там, что-то изучать, какие-то продукты изучают, бегут на какие-то там, пытаются сделать большую сделку, заключить договор с каким-нибудь предприятием или еще что-нибудь. Ну, в общем, бред вот этот вот, который обычно свойственен в действиях новичков, если его можно назвать бредом. Извиняюсь. Вторая категория, менее многочисленная, это уже опытные люди, которые достигли чего-то, какого-то статуса. Они уже вкусили вкус успеха какого-то маломальского, денег. Они поняли, что это срабатывает, что у них может получиться, что они как бы на правильном пути. Это хорошая тема, то есть все. И вот они бурно стартовали, возможно, начали, у них что-то там получается, что-то нет. Но, в принципе, если они бы продолжали с усиленной энергией, наращивая обороты, у них бы быстро все пошло. Но они вдруг останавливаются. Они останавливаются, имея в виду, что ну уже пошло. Ну теперь надо как бы, даже это трудно объяснить, почему. Они останавливаются, они затормаживаются и сидят в оцепенении в надежде, что оно само дальше уже покатится. Одни думают, что тоже по неопытности, что они уже набрали там 10, 20, 30 в первую линию там, и уже что-то произошло. Так может быть уже теперь дальше работать не надо. Другие, другие по каким-то причинам затормаживаются в расчете, что достаточно, и теперь у них точно есть понимание, что бизнес есть, что я в любой момент могу начать, сейчас вот передохну. Короче, люди делают остановку. А после остановки набрать снова темп, начать заставить себя активно работать, очень трудно. Очень трудно. Поэтому надо набрать темп и быстро-быстро-быстро работать. Ну и есть такая большущая, огромнейшая проблема, которая вытекает из интернета. Мы работаем в интернете, все отвлекает, все отвлекает. Телевизор отвлекает, интернет отвлекает, кино отвлекает, жена отвлекает, кошка отвлекает, дом отвлекает, Машина отвлекает, велосипед отвлекает, дети отвлекают, теща отвлекает, мама отвлекает, новая рубашка отвлекает, все отвлекает Но особенно страшен наш враг, раньше я говорил телевизор, теперь я говорю наш враг в кавычках, а настоящий все-таки друг интернет Люди пялятся в компьютер и бездумно шастают с одной страницы на другую, с одного сайта на другой, беспрерывно туда-сюда, туда-сюда В оцепенении сидят в ютубе, в новостях, на мейл.ру, в одноклассниках, что-то там, какую-то ерунду делают Понимают, что они не работают, но вот упускают, упускают время, упускают энергию, свой темп Разочарованные ложатся спать, дают себе клятву, что завтра будут работать и снова не работают Снова пялятся в этот компьютер, снова сидят в этом чате, будь он проклят этот чат, да не один И отвечают на всякие дурацкие разговоры, позволяют втянуть в себя болтовню Интернет И в конечном итоге они не работают, они не выполняют свою работу, в результате денег нет, бизнес стоит Те, кто работают, они могли бы иметь гораздо более мощные результаты, если бы тоже не отвлекались Итак, я вас подвожу под какую мысль, с новичками, как бы понятно, они тоже в интернете просиживают еще хуже А вот опытные, которые знают уже все, статус имеют, сидят в интернете и пропадают, просто пропадают Если бы они приложили усилия и в течение года без остановки долбили бы по 10-12 часов ежедневно То потом все оставшиеся жизни не могли бы не работать, а пялиться в интернет, и уже у них душа бы не болела Они бы сумели построить, набрать такую критическую массу людей, создать такой бизнес, которого уже нужно было бы только поддерживать Уже можно было бы себе позволить расслабиться Но очень мало людей, крайне мало людей, которые дали себе такую возможность поработать год-два Давить, 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 да, денег больше, да, 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 все растет Да, 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 а ты давишь, 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 и скорость, и все Каждый день с утра начинаешь, и давишь, 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 давишь Что это за давишь такое? А ты разговариваешь с людьми, ты говоришь с новым человеком, ты говоришь с новым человеком, ты говоришь с новым человеком игру с новым человеком ты знакомься с новыми людьми ты с ним познакомился этот у тебя там здесь записан этот списке это ты с этим с этим ты возвращайся ты с утра до вечера ты разговариваешь делаешь паузу и снова 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 и каждый день у тебя выпадает 123 123 11 1234 512 3 новый дистрибьютор который попадает систему идут на тренинг и среди них начинает появляться несколько таких же как и ты потому что тебе некогда с ними даже разговаривать какие-то вопросы он тебя отвлекает уже да мне некогда это смотри чем я занимаюсь я сегодня подписал уже пять человек хочу шестого добить и у человека под задницей появляется свечка он думает вот это да вот в чем спонсорство вот в чем сила спонсорства но это другой вопрос я хочу вам задать задать самый главный основополагающего что делать чтобы перестать пялиться в компьютер в пустоту сливать время свое драгоценное в унитаз не и вместо того чтобы выполнять работу набирать ног людей и поддерживать тех кто уже есть смотреть на mail.ru новости как обама вступил второй раз на пост президента соединенных штатах или там какого-то в общем вы меня поняли я вот что хочу сказать сто процентов однозначно люди которые работают со мной знают мы вот проводим так называемые стрельки когда мы берем группу людей там сто с небольшим человек сажаем на неделю закрываем зал включаем всем компьютеры и они начинают пахать с утра до вечера создаем специальные условия чтобы они соревновались пахали работали и так все сформировано что человек с 8 утра и до 0 часов беспрерывно работает и они в ошеломленном состоянии выходят каждый день они видят стоит только начать работать начинают появляться новые люди появляются новые люди появляются новые заказы появляется товарооборот появляется зарплата появляются деньги чеки рост статус то все однозначно спец тренинг когда человек целую неделю беспрерывно работает просто работает просто работает просто поставлен такие условия что он не может не работать если он работает то все начинается деньги рост а если держаться в таком состоянии месяц а если квартала если год то не только бриллиант там какой-нибудь там высшая ступень карьерная лестница а все что угодно за год можно выйти на миллион долларов если вот в таком режиме как на спецтренинге с утра до вечера проработать год не отвлекает позволяя себе короткие паузы там по выходным по воскресеньям вот один год то я вам говорю можно за год выйти на 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 доход там тысяч там в месяц ну не за 30 40 50 тысяч долларов месяц с ноля или с минуса вот вот какая силища но нет новички не могут начать или начав неправильно набив себе шишек ударившись они понимание останавливается занимается не тем а опытные пялиться в компьютер и тратят время на пустые разговоры в чате вместо того чтобы за один год вот тебе сегодня 34 года вот поработай и в 36 ты миллионер ну год поработай тебе будет радостно каждый раз ты будешь ложиться в постель и будешь понимать что ты ложишься обессиленный но счастливой от того же ты не не дал себе возможность смотреть на ю тубе какой-нибудь фигню ну или переписка переписываться с морем таких же балбесов которые ни одной копейки в кармане не имеют но за везде сыплет комментарий если секрет да секрет есть надо начать работу вопрос как себя заставить как организоваться я знаю что все никогда не на заставить себя но вот спецтренинг показал что принципе можно если создать такие искусственные условия где ты будешь находиться в команде в группе и все будут работать и ты будешь втянутый процесс то можно но невозможно тебя там год продержать поэтому надо найти какой-то путь какой-то путь какую-то возможность какой-то прием какую-то фишку чтобы обмануть себя и заставить работать чтобы заставить себя отказаться от пустого времяпровождения в интернете отказаться от пустой болтовни чтобы заставить себя делать только то что ведет тебя к цели к миллиону я знаю есть Есть. Мне так кажется, что я для себя нашел, у меня есть результат. Если у вас есть конкретные мысли на этот счет, как себя организовать, какие вы используете приемы, фишки, ходы, обманные маневры, чтобы себя вернуть в дело. Особенно, когда вы уже знаете, что конкретно надо делать. Есть ли у вас какие-то мысли? Если есть, то напишите, это очень многим поможет. Мне, во всяком случае, я тогда все это обобщу, и мы тогда выдадим общий какой-то итог в виде рецепта, который, возможно, кому-то и поможет. Желаю вам удачи. Жду.